всем привет меня зовут оля и вы заглянули на мой канал релакс митин давненько я с вами не болтала вот и справляюсь решила вам снять сегодня что-нибудь такое интересненькое я сейчас гуляю с собаками в лесу сейчас покажу вам сейчас обеденное время около двух часов дня чтобы не быть голословной сейчас попробую вам это доказать так вот мой телефон 14 45 мы обычно в это время всегда днем собаками выходим на улицу сегодня у нас 4 ноября и здесь северной швеции сейчас стоит очень такая сумрачная такая мрачная погода почти каждый день идет дождь я уже давно хотела что-нибудь поснимать но никак не могла взять камеру с собой на улицу потому что все время дождливая погода стоит аномальное тепло сегодня на градуснике 7 градусов тепла и здесь для северной швеции это просто какая-то аномально теплая осень в прежние времена сейчас бы уже здесь все было завалено снегом стоял бы морозик и было бы уже настоящая зима но не в этом году мне немножко тяжело держать камеру надеюсь у меня за это простите все время приходится следить за собаками хоть мы и в лесу и вокруг никого нет но тем не менее так вот рассказываю про осень тепло сыро дождливо сумрачно у меня лично такое время года вызывает депрессивное состояние постоянно тепло постоянно темно и будет все темнее темнее а ноябрь и декабрь здесь самые такие депрессивные времена года потому что в декабре здесь уже вообще наступает настоящая полярная ночь бывают дни когда совершенно никакого просвета круглые сутки темно дома все время приходится находиться с включенным светом иначе вообще ничего не видно даже вот сейчас я снимаю на улице сумрак в квартире темно приходится включать свет так вот к чему я все это рассказываю хочу сегодня вам немножечко про швецию рассказать это исключительно мои собственные впечатления мои собственные наблюдения я вам рассказываю о своем собственном опыте возможно где-то в чем-то я буду не права потому что у других людей побывавших в швеции может быть совершенно другой опыт тем более что швеция большая она в разных местах разная поэтому то что я вам рассказываю это абсолютно не истина в последней инстанции это просто мои такие путевые заметки мои собственные шведские приключения и вот о чем хочу я сегодня немножечко рассказать и если удастся немножечко показать так это о том какое у шведов освещение в их шведских домах очень многие наши люди когда приезжают сюда в скандинавию не только в швецию во все скандинавские страны и финляндию что они первым делом замечают и что первым делом им бросается в глаза так мне иногда приходится немного прерываться потому что если я встречаю людей то я убираю камеру потому что шведы очень не любят если их снимают они начинают подходить спрашивать и задавать вопросы в общем я стараюсь этого избегать незачем лишний раз привлекать к себе лишнее внимание так вот на чем я остановилась ах да когда наши люди приезжают скандинавию что их удивляет первым делом и что первым делом им бросается в глаза это то что местные жители абсолютно не занавешивают свои окна они и днем не вешают на окна прозрачный тюль и вечером когда горит свет они плотными шторами окна тоже не закрывают и это настолько для нас необычно и непривычно что когда вот ходишь по улицам и видишь все что происходит у людей в квартирах и в домах в окнах это сразу притягивает к себе волей-неволей взгляд ты сразу волей-неволей начинаешь всматриваться и удивляться действительно ли это все видно ну как так люди там внутри в помещениях что-то делают живут своей обыденной повседневной жизнью и это все буквально на виду дело в том что здесь многоэтажных домов очень мало в основном дома с одним с двумя этажами и естественно тех людей которые находятся внутри очень хорошо видно пусть и пойдем обратно пусть и иди сюда и ты ходишь по улицам и не перестаешь удивляться ну как так ты видишь все что внутри происходит люди семьями с детьми и с родителями сидят в комнатах смотрят телевизоры вместе ужинают за одним столом всей семьей что-то делают как-то внутри передвигаются и это видно все как на ладони видно какая внутри в квартирах у людей обстановка какие там стоят телевизоры какая там техника какие там кухни ну видно буквально все и я точно так же первое время никак не могла привыкнуть сейчас для меня это уже привычная картина но поначалу очень долго наверное где-то первый год когда я сюда приезжала я все ходила и удивлялась как так может быть и если вы здесь в швеции видите что у кого-то окна все-таки закрыты здесь вот по крайней мере где мы живем чаще на окнах используют жалюзи есть у некоторых занавески но в основном если люди хотят закрыться они закрываются жалюзи здесь их принято устанавливать уже сразу вместе с со стеклопакетами это уже идет как бы ну в заводских установках да и если вы идете по улице и видите что у кого-то окно все-таки закрыто за шторе на или с помощью жалюзи то сразу волей-неволей начинаешь думать что в этой квартире живут не шведы после всех известных событий последних лет здесь появилось очень много иммигрантов и вот те люди которые приезжают сюда и живут здесь из других стран из других культур вот они-то как раз окна у себя и закрывают ну это конечно единицы по сравнению с общей массой местных шведов местных жителей так вот что я еще хочу сказать сейчас днем это не очень заметно к тому же основная масса людей сейчас на работе но вот вечером когда мы гуляем с собаками у нас вечером большая такая вечерняя прогулка и проходя здесь сквозь кварталы мимо домов ты просто волей-неволей начинаешь разглядывать как люди живут что делают какая у них обстановка ты даже если не захочешь все равно что-нибудь да увидишь но меня на самом деле больше всего удивляет не это вот именно в такое сумеречное время года когда, казалось бы, не хватает дневного света а тем более солнца здесь в это время года вообще нету у жителей в северных районах с этим вообще большие проблемы к чему я все это говорю так долго и хочу объяснить то, что больше всего заинтересовало меня вот, казалось бы, человек после такого сумеречного такого темного дня приходит домой вот я просто по себе сужу мне сразу хочется прийти к себе домой и включить свет включить, чтобы было светло, ярко чтобы у меня было хорошее верхнее освещение в комнате чтобы я все видела потому что этого света на самом деле очень не хватает а вот шведы наоборот считают, что если в помещении будет какой-то полумрак какой-то небольшой такой камерный свет неяркий то это как раз создает уют некое такое тепло такую камерную обстановку им таки как раз это больше всего и нравится я не понимаю, как это может нравиться когда ты весь день находишься в сумеречной такой вот погоде и потом еще приходишь домой и дома сидишь в полутемках у многих шведов в квартире даже нету верхнего освещения то есть вот у них на потолках нету никаких люстр чистые потолки вот вы можете не поверить, но это так верхнего освещения в комнатах у многих просто нет они очень любят всевозможные торшеры всевозможные бра какие-то настольные светильники которые, собственно, освещения никакого и не дают они имеют такое какое-то декоративное назначение ну, торшеры ладно, допускаю торшеры могут давать свет они у них такие всегда большие, высокие, разные а вот остальные светильники те, которые висят на стенках стоят на каких-то комодах какие-то такие прикроватные такие светильники ночники просто они у них светят их у них всегда много буквально на каждом углу обязательно стоит какой-нибудь такой вот светильник они у них все включены вот идешь, смотришь и видно, что вся квартира, вся комната в этих вот светильниках разных размеров но они все какие-то неяркие такие тусклые вот действительно играют роль каких-то ночников я не знаю, просто каких-то габаритных огней исключительно для того чтобы в полутемках там в угол какой-то или в косяк не врезаться чисто из-за этого и вот они так вот реально действительно я не преувеличиваю любят сидеть в такой вот полутьме и они находят это очень уютным очень таким теплым ну, даже не знаю какие слова подобрать в общем им это очень нравится также они очень любят сидеть при свечах свечи у них здесь вообще в большом почете они их не только по каким-то праздникам там на Рождество зажигают они постоянно их включают они у них горят на столах на подоконниках при входах на порогах они любят свечки ставить то есть свечки тоже играют такую некую роль светильников придают уют ну, с этим я, конечно, согласна свечи создают определенный антураж но так, чтобы каждый вечер сидеть при свечах для меня это как-то слишком мы, когда вечером сегодня пойдем гулять с собаками я постараюсь немножечко пофотографировать сколько смогу это, конечно, очень неприлично подглядывать в чужие окна подсматривать за чужой жизнью и я, конечно же стараюсь этого не делать не думайте, что я какая-то маньячка но мне просто хочется вам для примера хоть что-нибудь показать я постараюсь выбрать несколько удобных моментов если в помещении никого не будет и никто меня не заметит сделаю вам несколько снимков вставлю свое видео покажу, чтобы вы имели представление о чем я рассказываю тут идет какой-то ремонт и я прошу прощения за этот шум когда-то еще раньше где-то в интернете я прочитала такую версию легенду не знаю как это правильно назвать о том, что когда-то давным-давно шведский король издал такой указ всем своим шведским подданным специально в своих жилищах окна не занавешивать и не закрывать это было сделано якобы для того чтобы чтобы специальные вассалы шведского короля по вечерам могли ходить от дома к дому и заглядывать к шведам в окна для того чтобы проверять действительно ли подданные его величества живут по средствам чтобы они могли подойти к окну заглянуть вовнутрь и посмотреть не слишком ли шикуют шведские подданные не слишком ли они шикарно живут не скрывают ли они своих каких-то тайных доходов ну в общем такая история не знаю так это или нет но якобы с тех самых древних времен у шведов идет такая привычка в темное время суток окна свои не закрывать и в этой же самой истории было написано что этот указ шведского короля якобы действителен и по сей день я об этом по-настоящему ничего не знаю но если вы вдруг знаете что-то больше чем я напишите пожалуйста в комментариях будет очень интересно но это еще не все что я вам хотела рассказать я вот сейчас гуляю по лесу вдоль домов с собаками у меня такое сбившееся дыхание я прошу прощения но к сожалению нет у меня другой возможности как-то так более-менее поснимать так вот самое интересное я вам еще не рассказала при всем при том что шведы любят сидеть в полутьме любят вот этот вот сумрак плохое освещение им нравится при всем при этом они очень щедро и очень ярко освещают свои дворы вот на это они не скупятся казалось бы можно было их упрекнуть в экономии в том что они экономят электричество поэтому не хотят включать много большого освещения у себя дома но это не так поверьте потому что освещение на свои дворы они не жалеют сами сидят в полумраке но зато во дворах у них прямо вот как праздник каждый день горят большие фонари горят маленькие фонари висят какие-то электрические гирлянды с лампочками стоят всевозможные светящиеся фигурки они покупают такие металлические такие искусственные деревья с лампочками в общем кто во что гораст меня это вот удивляет до сих пор я здесь уже бываю не первый год не первый раз и тем не менее когда вот прохожу особенно вот гуляю с собаками по вечерам я прохожу и каждый раз удивляюсь во дворе так светло и ярко как будто бы они ждут в гости ну не знаю какую-то большую звезду или приезда самого короля а внутри помещения где они сами находятся там темно там работает телевизор и какие-то вот маленькие неяркие светильники опять же постараюсь вставить вам фотографии но я наверное вот этого вот не пойму никогда Буся иди ко мне вот еще о чем я забыла упомянуть когда рассказывала что при всем при том что шведы любят сидеть дома в сумерках они при этом щедро освещают свои окна практически в каждом окне вы увидите светильник либо это настольная такая лампа либо это висящая такая сверху бра но это практически в каждом в каждом окне это вот не знаю обычай какой-то такой это не знаю что это не знаю Субтитры сделал DimaTorzok 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 Ничего На этом я буду заканчивать свой рассказ Простите, что он получился таким вот немножечко сумбурным, немножечко сбивчивым Ну, так уж у меня получается Надеюсь, вы не будете слишком сильно на меня за это сердиться Я постараюсь сделать вам какие-нибудь красивые фотографии и показать вам, как живут шведы, особенно в Северной Швеции Спасибо вам за внимание, спасибо вам, что ставите мне лайки, спасибо, что вы на меня подписываетесь, я постараюсь радовать вас своими новыми интересными видео Пишите мне, пожалуйста, пишите мне, пожалуйста, пишите мне, пожалуйста, ваши комментарии и увидимся с вами в моих новых следующих видео Пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok